Ариару, мои маленькие любители покушать, и мы начинаем играть такую увлекательную игрушку, как Herbal Space Program. Как мы уже помним, прошлая наша серия закончилась на том, что мы пытались покрыть муну, но что-то пошло явно не по плану. Но мы не расстраиваемся, делаем соответствующие выводы, и после незапланированных тестов делаем еще одну попытку. Ну, в общем, я немного переделал модель ракеты, добавил еще одну ступень, только с топливными двигателями в виде факелов. Тут я ничего, в принципе, не менял. Сначала, я думаю, она будет работать на твердотопленниках, потом у нас будут работать факела, а только после у нас будут работать наши вертлявые. Я очень надеюсь, что вот эту ступень будет нормально нас поднимать, хотя у нее ТВР 1.3 всего. Отстыковываем. И наша скорость падает, блин, нет, это плохо. Хотя она замедляется постоянно. О, она начала расти, ура! Ура, наша скорость растет, потому что ТВР у нас увеличивается. Ура! Это очень замечательно. Да, примерно вот такая вот орбита меня устроит. И все равно Дельта В нам немножко не хватает, но я думаю, этих двигателей все-таки нам хватит для того, чтобы... Хотя бы доставить нашу... Мне совершенно непонятно, почему такая ебанутая орбита. Ничего не знаю, строила орбиту по твоим расчетам, просто руки у тебя из жопы. Придется еще раз перезапускать все заново. Да, мы смогли выйти на орбиту. Сколько у нас осталось? 700 Дельта В. В принципе, нормально. Такой вариант развить меня устраивает, в принципе. И примерно нам нужно будет стартовать вот здесь вот. Вот примерно как-то так меня устроит. Было бы гораздо все проще это делать. Будь у меня нормальное топливо, будь у меня нормальные движки и одиночную ракету запускать на лунуны с таким оборудованием было бы гораздо проще. В любом случае, я надеюсь хотя бы на то, что нам этих топливных баков хватит, чтобы на них сесть. Взлететь потом не будет и так проблематично, потому что наши показатели Дельта В и массы, то есть Дельта В у нас увеличится за счет того, что мы отбросим нашу станцию, вот эту вот научную. Отбросим вот эти вот двигатели, то есть отбросим вот эти топливные баки. Поэтому обратно с Луны улететь гораздо легче, чем на нее сесть. Тем более то, что я планирую стыковку на орбите Муны с другим летательным баваратом с научной станцией на орбите. У меня этой орбиты за глаза хватит. И теперь летим туда. Но прежде, 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 надо не забыть выдвинуть наши солнечные панели. Потому что я знаю обычно, чем это заканчивается, то, что я об этом забываю, топливо у нас кончается. Давайте собирать научные данные, пока это есть возможность. Также мы делаем доклад об обстановке, ну в общем, всякая такая научная фигня, которая не очень-то всем интересна. Самое главное это восстановить в этом случае наши данные. Забрать данные. Восстанавливаем. И эту тоже мы восстанавливаем. Все замечательно. Мы сохраняемся и продолжаем дальше лететь. По идее, мы сейчас входим в поле тяготения Муны. И делаем маневр торможения. Я вот смотрю на это все, и получается то, что это монотопливо я брал зря, но не важно. Думаю, без этого мы сможем убытись. Тихо, 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 т По идее, в Апагелии это должно занять у нас меньше дельта В. Все, мы максимально как могли сбросили орбитальную скорость. Теперь мы будем просто падать сплошными А. Против движения надо выбрать. Стоять, 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 слишком быстро. Сложность в том, что я забыл установить тут осветительные приборы. И я не могу наблюдать, где именно наши тени по отношению к луне. А мы совершаем, так как мы совершаем вынужденную посадку, с этим могут возникнуть проблемы. Шесть метров в секунду, мы должны аккуратненько призвелиться. Еее, мы перемунились. А теперь, когда они точно успокоятся, наши ножички, мы подождем, давайте до утра. Фу, мы перемунились. У нас даже осталось немножечко до дельты В в этих баках. Нет. А, ну да, чуть-чуть осталось. Но это прям совсем чуть-чуть. Поэтому, не знаю, как это характеризовать. Мы выходим для начала. Для начала давайте соберем все научные данные, а только потом будем уже заниматься установкой флага и все, что нам необходимо. Вы приземлились, несмотря на все мои попытки вас убить. Но миссия еще не окончена. Докладываем об остановке, замечательно. Берем образец грунта, что еще более замечательно. Устанавливаем флаг. Тан-тан-тан-тан-тан! Первый полет на Муну. Замечательно. Мы ничего на нем не написали, ну и ладно. Он такой беззаботный, классный. Давайте сейчас залетим в наш космический шаттл. Соберем все данные. Так, доклад экипажа еще надо сделать. Замечательно. И собираемся снова все данные. Я хочу посмотреть. Мы приземлились в одном из кратеров. По идее, вот здесь вот еще наобиом. Но что-то туда лететь у меня нет никакого желания совершенно. Пока этот здесь корабль остается. То есть пару дней придется нашей Валентине Кермен побыть в нашем корабле. То есть не знаю, что тут можно делать, но тем не менее. Нашей Валентине Кермен придется здесь немножко потусить. Стоять. Стоять, 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 стоять. У нас здесь есть РСУшки. Здесь есть РСУшки. А на самом корабле их нету, что ли? Это очень забавно. Потому что я не смогу без, допустим, без этих ног управлять нашим кораблем. У нас ученые, и я не смогу, допустим, перекрепить эти штуки. Это будет забавно. Точнее, это уже забавно. Небольшой инженерный просчет, и вся наша миссия может пойти по пизде. Ну а помрет ли Валентина с голоду, вы узнаете в следующей серии.